Я думаю, обязательно закончится. То есть не будет того, что вот это вот рано, а это рано не только для украинского народа, но и для российского народа. Потому что как бы ни говорили, что братья, мы не братья. Слушайте, а я кому брат? А я вообще, моя бабушка с дедушкой родом из Славянско-Донецкой области. Я что, не брат? Это не моя земля. Это и моя земля. Я там вырос. А я украинскую мову очень люблю. И вообще, люблю украинскую кухню. Вот что я? Кому не брат? Поэтому вот это вот деление, эта политическая война, она рано или поздно закончится. Вообще, воевать это невыгодно. И многие украинские чиновники, я встречался в Брюсселе, в Европарламенте с украинскими чиновниками, с самыми непримиримыми. Они говорят, знаете что, давайте пойдем пивка попьем, давайте уже сейчас начнем потихонечку сдруживаться, потому что когда все закончится, а мы уже контакты все наладили. А почему? Да потому что чиновники вздыхают. Знаете, вот когда были хорошие отношения, были и у нас средства. Потому что все равно все деньги шли из России и, скажем так, приваривались на связях с Россией. Даже если что-то шло в коррупцию, все равно, понимаете, и нормальное производство от России, и даже вот эти коррупционные деньги, которыми чиновники кормились, все равно это от России. А сейчас этого нет. А им жутко обидно. Они, конечно, кричат там, Россия, мы с тобой нет братья, мы должны там москалей. А сами в душе теплят и лелеют надежды. Ну, скорее бы, скорее бы это все закончилось. Скорее бы вот, либо коррупция по-старому возобновилась, либо что-то вот по-новому, нормальные какие-то, цивилизованные связи. Конечно, хотелось бы нормальных, цивилизованных связей. Без коррупции, без войны. И это будет рано или поздно. Вот эти все крикуны, все эти задиры, эти шизики, извините, они уйдут в небытие, потому что так жить нельзя. Можно жить только, как вот хорошие соседи с хорошими соседями. Нельзя всю жизнь всегда воевать. Это невыгодно. От этого ничего хорошего никому не будет. От войны дети не рождаются, а погибают. Продолжение следует...